Российская команда КамАЗ-Мастер готовится к участию в ралли Дакар 2014. Через пять дней спортсмены вылетят в Аргентину, где 5 января стартует самая престижная в мире многодневка. На этот раз в ралли-марафоне выступят пять экипажей КамАЗа. Напомню, в активе российских пилотов уже 11 высших наград. За подготовкой команды к борьбе за 12-й приз Дакара наблюдала Эльмира Заляева. Дуги облегчили, фар оставили по минимуму. Так комфортнее проходить дистанции, а потребности в хорошем освещении нет. Разницу в российском световом дне с южноамериканским команда КамАЗ-Мастера уже успела сравнить на прошлых соревнованиях. Потому как именно готовиться с технической стороны уже знали. Внешне машина другая, нижний поезд стал другим, изменилась форма кузова, машина стала кузов полегче. Но основное изменение в нашем автомобиле это на трех машинах стоит другой двигатель, оснащенный электроникой швейцарской фирмы Липхер. Мы учли поломки, изменили конструкцию топливного насоса. И вот он уже с шокового пути, все тесты осенние нас не подводят. Надеются не подведет и в этот раз, ведь впереди гонка почти на 9 тысяч километров. Это в два раза больше, чем в прошлом году. Условия похожи. Пыльные дороги, песчаные дюны. По ним в этом году проедут пять экипажей команды КамАЗ-Мастера. Два из них дебютанты. Именно остальных давно известны. Чагин, Николаев и Яковлев, заветного бедуина. КамАЗ-Мастер увозил в Дакар уже 11 раз. Мы, конечно, подняли планку высоко, и наши соперники очень озлоблены на нас. Ждут реванша, ждут боя. Ну а нам, конечно, с своей стороны не хочется огорчить наших партнеров и болельщиков. Будем сражаться. Сражаться придется на бездорожьях Аргентины, Боливии и Чили. За золотым бедуином со старта в южноамериканском Росарио отправится 71 экипаж. Как минимум 20 из них – основные конкуренты российской команды. Проверять на прочность будут не только машины, но и крепость духа людей. Есть еще один брус ответственности перед болельщиками. Конечно, это придает ответственности, чтобы их запланированная поездка на финиш в Чили не сорвалась. Чтобы мы дали им хороший, приятный повод для этой поездки. Родные и близкие за гонкой будут следить по телевидению. Отмечать Новый год тоже придется на расстоянии. Команда вылетает 30 декабря. К слову, автомобили тоже в пути. Рассекают воды Атлантического океана. 3 января их осмотрит комиссия, а уже 5-го они стартуют. И, как надеются, в стране за 12-м по счету бедуином. Пермира Заляева, Вести, Татарстан.